всем привет друзья а у нас вторая серия про сборку нашего дизеля шредингера вот этого неожиданно пришла оттепель вчера было минус 18 сегодня плюс 3 то есть от таких погодных перепадов вот весь двигатель тут бедняга и не им покрылся что там в катере делается я вообще молчу там внутри все помещения покрыты таким двухмиллиметровым слоем иния я даже не знаю что с ним делать так поставил печечку пускай сушит но пока там сушится мы займемся нашим дизелем продолжим пытаться его собрать напомню что в прошлой серии мы затащили этого ржавого мамонта гараж вскрыли картер посмотрели состояние коленвала и шатунных вкладышей вытащили поршня посмотрели все это поставили на место но сегодня приступим к сборке начало обтереть всю эту лютую мокрость накапывается у него здорово и теперь очищаем остатки всего этого старого герметика ну и соответственно с крышками проделываем все то же самое возможности повредить прокладку зачистив все это дело намазываем прокладку на крышке смазкой маска не герметик качество смазки любое любая густая смазка уже вот так она стояла не тут есть верх и низ заворачиваем греки и ставим следующую крышку нижней все их ставим так по той же все схеме все то же что делали в прошлой серии только в обратном порядке ну и вот друзья все картерные крышки мы поставили на место и сейчас я планирую повесить на место маховик потому что возможно нам придется стопорить коленвал лучше всего это делать за маховик маховик крепится вот сюда вот за фланец коленчатого вала и как видим на нем есть вот такие шплинты асимметричные которые позволяют установить маховик только в одном положении маховик от этого именно двигателя просто мы его сняли для удобства транспортировки это очень тяжелая деталь вот а тогда все правильно маховик балансируется за одну деталь вместе с коленвалом и если поставить маховик от другого двигателя то есть вариант какой-то разбалансировки возможно даже что-то может отвалиться не всегда потому что доводилось и такое встречать но лучше когда маховик и коленвал вместе как были на заводе сбалансированы чтобы так они и были а сам маховик представляет собой такую тяжелую деталюгу свинцом для зубьев стартера и вот здесь с метками верхней мертвой точки и 10 20 25 градусов до верхней мертвой точки страна что дальше нету разметки вот эти метки нам понадобятся при выставлении угла опережения топливного насоса это много тяжелого тяжело его вешать конечно вот повесили его на эти шпринты 4 штуки и теперь прикручиваем к фланцу коленчатого вала. Контрится он вот такой вот интересной шайбой конечно лучше новую но новую у меня нету поэтому за контрим этой хотя конечно не рекомендуется использовать старые шайбы болты тут на 17 вот их установили сперва подтягиваем чтобы он сел на место теперь отверточкой стопорим зубья маховика чтобы он не проворачивался и обжимаем крест-накрест как любой фланец и все после того как обжали законтрим еще можно добавить что помимо зубчатого венца ответственной частью маховика является вот эта вот поверхность вот эта вот которую я сейчас протираю она является при установке редуктора диском заднего хода то есть промежуточный диск через диск ферадо прижимается непосредственно к маховику специального отдельного диска для этого нету и поэтому вот эта часть маховика тоже должна быть без повреждений без ржавчины довольно ответственный элемент и вот мы можем сверить первый четвертый цилиндр поршень вернее выставлена верхнюю мертвую точку смотрим маховика в мт 0 стрелочка соответствует вот друзья извлек я из-за кромов крышку цилиндров головку и меня поскольку она на два цилиндра вот 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 видок у них конечно не очень презентабельный но ничего криминального я тоже тут не наблюдаю попробовать тирануть клапаночки как говорится положение обязывает глупо этими воспользоваться тем более поскольку мы делаем донора пригодного чтобы детали с него были пригодны на замену практически без каких-либо доработок лучше чтобы головка цилиндров была в таком состоянии чтобы ее можно было снять и поставить на действующий двигатель ну а для разборки клапанов используем в общем-то любой подручный инструмент например плоскогубцы давим на верхнюю тарелку клапана надавить и вытащить сухарики надавили и рассухариваем вот они сухарики вот один отскочил вот второй тут в верхней тарелке остался а вот здесь вот на штоке клапана имеется еще вот такое стопорное колечко если мы планируем клапан снимать то колечко это нужно снимать тоже колечко это нужно для того чтобы если рассухариться само собой чтобы клапан не упал внутрь цилиндра ну вот мы извлекаем клапан кстати просто его извлечем клапанок то я бы сказал страшненький неплохо что мы его извлекли значит все то же самое нужно будет делать и с остальным клапанами еще и ржавчина внутри ну что ж хорошо вообще для притирки клапанов нужна специальная приспособа но поскольку делаем все на коленке и никакой приспособа у меня нету то есть придумал вот такой вот лох блин вот такую полезную штуку хотел сказать лох 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 нахрен портят только русский язык вот такая вот полезная приспособа то есть шпилька такая же диаметром как чтоб клапана и кусочек шланга и хомуты тут даже вместо хомута просто кусочек проволочки накрутил все это соединяем и к дрели в патрон дрели нажимаем я думаю что пойдет сейчас попробуем сперва нужно приготовить притирочную пасту можно конечно купить готовую ну лень мне за ней ехать если ничего нету всегда есть возможность просто взять два наждачных круга потереть друг от друга теперь вот этот получившийся порошок высыпаем в емкость капаем пару капель масла перемешиваем хорошенечко и у нас получается вполне себе притирочная паста получившуюся пасту мы наносим вот сюда вот на кромочку клапана видно там или нет наносим ее так точечками все устанавливаем клапан на его место и присоединяем нашу приспособу присоединяем так чтобы был ход у клапана потому что клапан нужно тереть как бы ударом с поворотом есть такие специальные притирочные приспособы но сколько у нас нету попробуем так не знаю что получится поставим скорость поменьше на дрели и вот задача нужно тереть вправо влево с ударом с таким вот ну что пробуем пистолетом то есть вот но вот 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 все Ну и когда считаем, что у нас окончено, вытаскиваем клапан, оттираем его хорошенечко. Точно так же оттираем хорошенечко седло клапана, чтобы там не осталось остатков этой нашей пасты. И проверяем качество притирки карандашиком. Если нет карандашика, то фломастером. Берем и наносим вот здесь вот несколько рисок. Тут на камере не видно, но тут наносим такие риски. Поперечные. Снова устанавливаем клапан на место и немножко его еще раз покрутим. Уже без пасты. Теперь снимаем. И смотрим. Ну, я не знаю, на камере, наверное, не видно. Вот. Риски стерлись на всей длине, нигде рисок не сохранилось. Это говорит о том, что клапан прилегает в свое седло нормально. Можно собирать и снимать следующий. Ну, собираем клапан в обратной последовательности. Сперва устанавливаем это стопорное колечко. Ну, и дальше действуем в обратном порядке. Ставим пружину клапанную. Ставим верхнюю тарелку. Прижимаем ее и засухариваем. Одним сухариком и вторым. Все, на месте. Переходим к следующему клапану. Ну, и вот мы притерли все клапаночки. Пока только на одной. Но на второй будет все то же самое. Так что, чего тут повторять? По многу раз. Одну уже можем устанавливать. В головку используются вот такие вот прокладки. Вот тут есть сторона пошире, кромочка. Кромочка поуже. Так вот, той кромочкой, которая пошире, ставим вниз. Ставим прокладку. И ставим головку. Вторая у нас пока что еще не готова. Все. Наворачиваем гайки. Гайки тут на 24. Затягиваем руками. Сколько крутится. Берем ключик. Терево тянем так. Без ущелья. Просто, чтобы башка села на место. Теперь начинаем тянуть с усилием. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Четвертая. Шестая. То есть порядок затяжки такой. Первая, вторая. Третья, четвертая. Пятая, шестая. Тянем, как там говорят в инструкции, рычагом длиной 15 сантиметров до резкого возрастания усилия. И после этого, в той же последовательности, тянем по одной грани. Заседает хорошо. В конце всего этого процесса, что тоже важно в избежание скручивания банкерных шпилек все их делаем чуть-чуть на отдачу. Буквально тут ну не знаю там 3-5 градусов подвернусь. Так же, в той же последовательности. Защелк. Ну и не стал я уж снимать кино про весь этот нужно однообразный процесс. Все одинаково. Все действия те же самые. Все манипуляции одинаковые. Ну вот, притерли клапана установили бошки и переходим к следующему этапу. Кстати, мне придется тут двигатель немножко отодвигать. Тут уголок у нас не дает доступа с этой стороны. но пока не будем двигать. Да, друзья, еще один лайфхак. Вот, выговорил наконец-то. В общем, еще один полезный совет это перед установкой головок сперва установить к ним выхлопной коллектор, прикрутить. я тут этого не смог продемонстрировать из-за положения дизеля. В общем, это позволит дарушке ровненько и не потребуется потом вытягивать этот коллектор. Лайфхак. Блин. Лаф. Тьфу. Как там старец Зосим это говорил. Искажают природу свою. Решаем задачку на оптимум. Удалось набрать 8 штанг-толкателей за кромах и целую кучу коромысел вместе с кронштейнами. Нужно 4 штуки из них выбрать. Я, честно говоря, не знаю по какому признаку их выбирать. Они примерно все одинаковые. Некоторые некомплектные. Поэтому просто возьму комплектные. Друзья, я стараюсь так можно больше сокращать видео. Не показывать тут поминутно прямо все. Чтоб не получалось сериала Воронины. Но все такие моменты ну как их не показывать. Давайте по первому цилиндру ставим штанги-толкателей. Вот эти их сами толкатели чтобы они уперлись. Но тут ошибиться сложно. и ставим коромысло. Ставим таким образом регулировочными болтиками на штанге толкателей вот этой стороной на клапана. вот так ставим и вот так сейчас покажу поближе. вот так вот это будет выглядеть. И заворачиваем это все на место. Гаечки на 13 тут. С одной стороны коротенькая шпилька с внутренней как бы. А снаружи вот такая длинная что за нее крепится потом клапанная крышка. все ставим это на место. Ну а теперь проворачивая коленвал убедимся все ли клапаны срабатывают во силе толкательки мы попали. Смотрим. Ну вот. Все установлено. Теперь нам нужно выставить зазоры. между коромыслом и клапаном. Вот эти вот. Зазор должен быть 0,3 миллиметра. Есть вариант просто выставить на всех потом провернуть двигатель и еще раз выставить. Есть другой вариант можно проворачивать двигатель по тактам выбрать какой-то момент например в конце сжатия и начало рабочего хода там гарантированно оба клапана будут закрыты. Просто установить на первом цилиндре момент когда это происходит и потом от него по порядку работы всех цилиндров так выставлять зазоры. Попрошу никого не обижаться но я вкратце напомню азы для дальнейшего понимания идеи. Итак двигатель у нас четырехтактный то есть полный цикл проходит за два оборота коленчатого вала. Первый такт всасывания коленчатый вал совершает полуборота перед всасыванием открывается всасывающий клапан поршень движется вниз и засасывает воздух в цилиндр. Второй такт сжатия всасывающий клапан закрывается коленчатый вал совершает еще один еще полуборота поршень уходит вверх и сжимает воздух в камере сгорания. За 18 градусов до окончания такта сжатия происходит впрыск топлива в цилиндр. Третий такт рабочий ход то есть топливо воспламенилось стало толкать поршень. Коленчатый вал совершает еще полуборота в конце рабочего хода открывается выпускной клапан и четвертый такт выхлоп. Поршень идет вверх и выталкивает выхлопные газы через выпускной клапан. клапан. Стало быть в конце такта сжатия оба клапана закрыты а кулачки распредвала находятся внизу. Смотрят вниз так правильнее сказать. Верхняя мертвая точка нам известна. Вот сейчас он находится в мертвой точке начинаем проворачивать. Ага вот открывается всасывающий клапан. Первый такт всасывания вот он видим открылся. Все пошел всасывающий закрываться. Второй такт сжатия. И вот здесь в конце сжатия оба клапана гарантированно должны быть закрыты. И выставляем теперь зазоры на первом цилиндре. Итак зазоры замеряем вот здесь вот. Щуп 03 не лезет. И здесь щуп 03 не лезет. Лезет только только чуть-чуть надо будет ослабить. А ой прошу прощения щуп 03 пролетает наоборот. Здесь надо зазор уменьшить а здесь надо зазор чуть-чуть увеличить. Для этого нам потребуется ключик на 14 и отвертка. то есть расконтрим вот эту гайку и вот этой шпилькой регулируем зазор. Вот так вот мы это делаем. Хорошо затянуто. При отдали. щуп пока закушен. Вот все. Щуп стал ходить свободно. В таком положении не контрим. следующий цилиндр мы определяем по порядку работы. Порядок работы цилиндров 13 42 то есть первый третий четвертый второй то есть следующий следующее сжатие будет на третьем цилиндре. Достаточно провернуть коленвал на 180 градусов. вот так и теперь выставляем на третьем ту же самую операцию проводим. С этим порядком работы цилиндров даже смешной случай был когда я только только купил вот этот катер в 18 году и стояли мы в дверке первый раз я завел двигатель значит завел он так не очень хорошо работает а потом выяснил что это топливоподкачивающий насос насос мозга компасировал но я тогда этого не знал вот и так он попердывая работает себе и дядька там по причалу какой-то проходит нездоровый ничего такой какой у вас порядок работы цилиндров обычно люди спрашивают там какая мощность там какая скорость я тоже говорю ну как это 13 42 он так умное лицо сделал на первом цилиндре форсунка льет и пошел это невозможно это определить по звуку работы двигателя по выхлопу можно определить что предположить что какая это идет форсунка но определить какая конкретно еще с таким опломбом это нереально я вот уже всяких таких старых мудрых механиков зубров таких спрашивал вот как ну никак думаю может я чего не знаю но главное с умным лицом сказать умную вещь и все обалдевают и вот выставили зазоры на третьем проворачиваем по ходу работы еще на 180 градусов и делаем то же самое на четвертом а потом провернем еще на 180 и будет делать на втором так вот контрим и все на этом доставлять зазоры закончили ну вот я думаю на этом мы нашу сегодняшнюю серию закончим так что спасибо ребята всем посмотревшим будем продолжать всем пока всем хорошего настроения и всех со старым новым годом пэс все таки озадачился и подвинул немножко в сторону дизель чтобы в следующий раз уже был доступ со всех сторон так что еще раз всем пока всем хорошего настроения как говорится подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и т.д. и т.п. а еще хочу передать привет тысячному подписчику который вот-вот должен появиться кто это будет пока не знаю но привет тебе привет